То есть он кордон поймал за полтора километра? Погодите. Блин, первый тест пройден на, я не знаю, на 6 плюсов. То есть детектирование что, за километр было что ли? Привет, друзья! У меня в руках новинка от компании iBox. Модель называется iBox Phantom. И это что-то действительно новенькое. Phantom это очень мощный радар-детектор от компании iBox. Они его только выпустили, это у нас такое видео ознакомительное, после чего я его буду несколько дней или даже неделю или больше тестировать. И после выпущу большой обзор. Но новинка действительно стоящая. Первое, что самое важное, мало того, что это рупорный радар-детектор, так здесь еще есть двойной LNA-усилитель. То есть прием сигнала будет настолько уверенным, и детектирование в спину настолько качественное, что мне уже не терпится его протестировать. Посмотреть в этой модели действительно есть на что. В комплекте вы найдете, конечно же, инструкцию абсолютно на русском языке, полное название его iBox Phantom Laser Vision Wi-Fi Signature, ну а сокращенно просто iBox Phantom. Устройство сделано в Корее и имеет достаточно большое количество интересных фишек, о которых я сегодня расскажу. И начну я, пожалуй, с вариантов обновления. Вы скажете, ну здесь же ничего инновационного. Ну, не совсем. Смотрите, вариантов обновления в данном устройстве три. Первая вроде бы стандартная. Скинули обновление на карту памяти, установили в устройство и обновили, естественно, прошивку или базу камер. Вторая возможность — это обновление через фирменное приложение. Собственно, здесь вы видите это на экране. Но что самое интересное, здесь можно просто обновиться через обычную сеть Wi-Fi, не имея вообще никакого приложения или смартфона под рукой. Ну как, смартфон, наверное, будет нужен. Хотя, например, я раздавал сигнал со своей магнитолой. Вы просто нажимаете на кнопку, он ищет сеть. Вы вводите пароль этой сети и накатываете обновления. И делать это можно даже ежедневно. То есть ежедневное обновление базы камер как минимум. Это крайне удобно. Собственно, вот. Как вы можете заметить, сеть CarLink. Это моя магнитола. Нажимаем, вводим пароль и далее скачиваем обновление. В большом обзоре я покажу подробно, как это происходит. Что же касается крепления его на лобовое стекло, то в комплекте вы найдете вот такую платформу. Она очень мощная. Трестись ничего не будет, хотя тряска в данном случае не настолько критична. Все же это не видеорегистратор. Но, тем не менее, устройство очень большое. И, что важно, оно имеет сквозной тип питания. Как вы можете заметить, здесь пины у нас идут для питания. И вот здесь вход для кабеля. И подключать вы можете это все дело двумя вариантами. Либо, как у меня напрямую, устройство подключено. И положить его, например, на панель вашего автомобиля. Либо же приделать к лобовому стеклу. Тем самым, исключив загрузку вашей панели и повесив его на стекло. Это удобно. При этом питание будет проходить, как я и сказал, в крепление. То есть, если вы переживаете за устройство, вы его сможете быстро забрать домой, например, на ночь. А установка крепления, ну, просто максимально простая. Все. Устройство прикреплено даже одной рукой, несмотря на то, что я второй рукой снимаю. Также хочется отметить, что устройство далеко не маленькое. Оно занимает почти всю руку. Но оно и понятно. Это у нас рупорный радар-детектор. Здесь у нас двойной LNA-усилитель. Отличное детектирование в спину предварительно. Мы это будем, конечно же, тестировать и в большом обзоре. Сегодня мы лишь разбираемся с основным функционалом. Здесь мы видим у нас приемник и логотип компании iBox. Кстати, в данном гаджете удобно реализована новая функция iBox'а «Зона тишины». Что это такое? Например, вы едете мимо какого-нибудь торгового центра, и у вас появилось ненужное ложное срабатывание. А мимо этого торгового центра вы планируете проезжать каждый день. Вы просто зажимаете во время детектирования кнопку «Вверх», и это место отмечается как «Зона тишины», и больше ложное срабатывание в этом месте беспокоить вас не будет. Для радар-детектора здесь просто огромнейший цветной IPS-экран. Пожалуйста, если вас он напрягает, вы можете включить более минималистичный вот такой спидометр. И тут будет показываться ваша текущая скорость. Кстати, хочу отметить, здесь у нас GPS ловится почти моментально, даже на холодном старте. Это меня удивило даже. Я только включил устройство, и GPS сразу был пойман. Конечно же, в радар-детекторе остались все основные фишки компании iBox. То есть здесь настроить можно все, что угодно. И, кстати, еще что хочется отметить, устройство очень громкое. И даже с громкой музыкой вы его все равно услышите. Поэтому, если музыку громко вы не слушаете, рекомендую даже убавить громкость. То есть, естественно, это возможно. Что касается технических характеристик, здесь у нас мощный радарный модуль ST Microelectronics. Также на верхней части устройства, над экраном, небольшой светодиодный индикатор. И когда устройство поймает камеру, у вас будет световая индикация. Это мелочь, но он достаточно приятный. И будет хорошо напоминать вам об угрозе, например, в вечернее время суток. Но если вас отнапрягает, конечно же, все отключается. Кстати, что еще бросилось в глаза? Это большой диапазон изменений яркости экрана. Вот просто смотрите. Устройство может быть невероятно ярким и будет видно в любую вообще солнечную погоду. При этом может быть очень-очень неярким. И если вы едете ночью, без проблем можете включить вот такую яркость. И устройство вообще ни капли не будет резать глаз. Вот это круто, потому что действительно диапазон яркости очень большой. Вот, просто посмотрите, насколько тускло и прикольно выглядит, например, спидометр при выключенном экране. Вот экран включен, вот выключен. И если вы едете ночью где-нибудь далеко на трассе, по-моему, в самый раз. Что касается настроя гаджета, конечно же, после большого тестирования я выпущу большое видео о том, как корректно его настроить. Количество настроек здесь просто запредельное, на мой взгляд. Можно настраивать все, как вам необходимо, и сделать все, чтобы устройством было комфортно пользоваться в дороге. Конечно же, настраиваются диапазоны, конечно же, настраиваются различные приоритеты. Например, вот, у нас есть смарт-настройки, настройка фильтра и сигнатур. В дополнительных настройках, например, можно сделать озвучку короткую или стандартную, если вы хотите, чтобы устройство говорило покороче, не напрягало. Пожалуйста, можете выбрать. И даже можно выбрать приоритет оповещений. Например, по радарной части или по GPS. То есть, если вы где-нибудь в Москве или Московской области и постоянно ездите по городу, то, пожалуйста, сделайте приоритет по GPS. Если трасса ваша все, конечно же, радарная часть превыше всего. Всякие мелочи тоже так же присутствуют, как и на других устройствах компании. Функция антисон, чтобы вы не уснули за рулем. Предупреждение о снижении скорости, об устаревшей базе камер, о ремнях безопасности. Все это настраивается так, как вам нужно. Я решил установить устройство на лобовое стекло. И вот так примерно это дело выглядит в сборе. Мы можем без проблем снять устройство, нажав верхнюю кнопку «Снять». При этом провод с активным питанием остается на лобовом стекле. Устройство, например, забрать домой, как я и говорил ранее. Также буквально в несколько движений мы прищелкиваем устройство обратно, и оно включается. GPS-система активна. Как я и сказал, GPS-система определяется очень быстро. Да, это уже не холодный старт, но и при холодном старте работает все очень корректно. Кстати, несмотря на достаточно габаритные размеры, в рамках лобового стекла устройство не занимает много места, и Phantom смотрится вполне лаконично. Ну, если хотите, как я и сказал, можете положить его на приборную панель. Да, кстати, чуть не упустил. Кроме инструкции, в комплекте есть вот такая брошюра с цифровой гарантией iBox. И вещь эта действительно полезная, которую не стоит игнорировать. Смысл в чем? Вы просто после покупки устройства регистрируете его через приложение iBox Assist, или через компьютер, как вам удобнее. Тем самым получаете дополнительный год гарантии после регистрации, и в данном случае на радар-детектор общая гарантия будет 3 года. И согласитесь, 3 года все-таки срок. Что по итогу? По итогу вам не нужно сохранять чеков, вам не нужно заморачиваться с какими-то моментами. У вас уже появляется цифровая гарантия, и вы без проблем пишете производителю в чат, мол, так и так, есть такая-то проблема, помогите. И так как устройство у вас зарегистрировано, поддержка решает ваш вопрос. Так, ладно, включу запись на скат по мосту, прям максимально заранее. Еще у нас тут обезшумный комплекс, астротрафик. Но я не знаю, на каком расстоянии он срабатывает, поэтому давайте включим максимально заранее. Все, мы начинаем подниматься на мост. Как я и сказал, большинство радар-детекторов ловит этот скат в лоб. Порядка 50-55 метров. По GPS информирование метров за 250-230. Это вот такие средние показатели. Посмотрим, что будет здесь. Вот поднимаемся сейчас на мост. Радарная часть, соответственно, включена. Пошла отработка. Уверенная, не прерывается. 40. И после у нас уже GPS информирование пошло. То есть, в действительности, где-то 350 метров. Блин, это очень хорошо. Вот для этого ската, это просто шикарнейший показатель в данном участке. Ну и как вы можете заметить, сейчас у нас максимальное излучение, потому что он здесь сейчас находится. Блин, первый тест пройден на, я не знаю, на 6+. Очень-очень хороший показатель, потому что вы можете посмотреть мои предыдущие видео на любые другие устройства. Вы увидите, какие показатели там. Это порядка от 50 до 200 метров. Здесь у нас за 300 с лишним перевалило. Очень хорошо. Какой-то кордон поймался. За километр, что ли, нас он поймал? У нас он через километр только ожидается кордон. Что, он уже его... Погодите, что это происходит? Или это ложняк? Я не могу понять. Серьезно? Погодите, это так работают два усилителя? То есть он кордон поймал за полтора километра? Погодите. Если он до сих пор на протяжении всей этой дороги будет его держать, и он так его определил, то я как бы без мата бы сказать-то, погодите, погодите, погодите. То есть типичное определение кордона за сколько там у нас? Ну, 270 метров. Он сейчас его шпарит, как будто мы к нему подъехали. Так, стоп-стоп-стоп-стоп, давайте сейчас смотреть. Я, честно говоря, таких показателей не видел вообще никогда. Я даже не знаю, насколько-то корректно, потому что кордон еще вообще не скоро. То есть метров 600 до него, и начал он, наверное, за километр. И если это не ложное сейчас срабатывание, то это просто ничего себе. Так, и звучение у нас пропало. Нет, опять появилось. Неужели он действительно? Неужели он действительно ловит кордон за километр? И вот так работают два LNA-усилителя в паре с рупором? Подождите, подождите, мне очень интересно. Я даже прерывать ничего не буду у нас. Это у нас под GPS другая камера была. Кордон продолжает. Так, 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 погодите. В ближайшее время, обычно я и говорил, около заправки он начинает его ловить. Вот он опять. Он опять появляется. Пропал. Неужели он настолько чувствительный? Вот серьезно, ребят. Кто может еще больше меня разбирать, скажите, вот, уже отработка в разы заблаговременная, чем заправка. Она началась, отработка этого кордона. И вот она нарастает, 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 нарастает. Все. И мы сейчас приближаемся, собственно, к кордону. 60. То есть детектирование что за километр было, что ли? Ну, давайте, ладно, давайте будем честными. Ну, настолько заблаговременно, информирование нам вообще не нужно. То есть, по логике, если вычесть вот эти все моменты, когда Дача Гегера пропадал, то получается, он его, о нем сообщил, метров за 750, где-то так, может быть, 800. Ну, ничего себе, я вам скажу, показатель. Это просто что-то, я не знаю, это очень странное. Это очень крутой показатель для такого радара. Такого у меня еще ни разу не было. Поэтому тесты могу назвать просто максимально удачными. Рекомендую. Если вы не хотите дожидаться результатов моего большого обзора, а уже хотите сами протестировать этот мощный рупорный радар с двойным ланей-усилителем и какое-то мнение приобрести, и вы уже предварительно понимаете, что устройство-то годное, можете тоже оформить предзаказ. Вы гарантированно получите, по-моему, коврик, если вы захотите устройство на панели ставить, и еще на выбор парочку подарков. Сейчас вспомню, каких. Это будет либо портативное зарядное устройство, либо скидка 1000 рублей на покупку сразу. Пожалуйста, выбирайте, что вам необходимо. Стоимость данного гаджета порядка 20 с небольшим 1000 рублей. Да, это действительно немало, но я думаю, это того стоит. Все-таки это корейская сборка, это мощный ланей-усилитель, это действительно качественная радарная часть. Поэтому интересно, пожалуйста, можете заказывать. Ну, а я погнал тестировать это устройство и готовить для вас большой разбор по каждому пункту, настройку, меню, детектирование. В общем, все-все про этот новый радар-детектор. До скорых встреч!